Здравствуйте! Что можно вылечить и на что можно повлиять с помощью висцеральных практик и какие есть противопоказания? Да, для любой практики есть противопоказания. И первое, самое основное противопоказание, это когда человек не желает, не хочет, чтобы с ним занимались. Если не хочет, чтобы с ним занимались или он боится этого, до той поры, пока вы ему не объясните, до той поры, пока вы его не убедите, не надо заниматься. Где-то на каких-то мелких деталях вы показываете, смотри, вот сейчас вот здесь болело, а вот сейчас чуть поработали, боль исчезла. Так вот, эта боль должна исчезнуть со всего живота. Но просто здесь, если просто так давить везде, где попал, то можно навредить. И поэтому здесь должен работать только специалист, который знает вот эти висцеральные практики. И еще, конечно, противопоказанием, особенно для начинающих, могут быть явления состояния алкогольного опьянения, посттравматическое состояние, когда человек упал с высоты, там что-то стряхнулся. И то, тогда, когда уже провели исследование, нет переломов ни позвоночника, нет черепно-мозговой травмы, хотя черепно-мозговая травма, она тут же проявится на животе, а живот становится очень напряженным. Ну вот, и вот это все является противопоказанием. Ну и естественно, если свежие травмы или ранения на животе, но опять же, все в этом мире относительно. И опять же, опытный специалист, он смотрит, а где эта травма и что можно, если взять, привести в состояние другую половину живота, можно, если можно, то проводит. И тогда система начинает потихонечку, потихонечку, она даже не то, что потихонечку, быстрее восстанавливаться. Вот в чем дело. Так. Как излечиться молодому человеку 30 лет от хронической почечной недостаточности? Диагноз поставили один год назад. Конечно, здесь нужно обязательно видеть человека. Но мы не говорим про излечение. Мы говорим о том, чтобы запустить все системы организма, чтобы они сами помогли решить вот эту задачу. И мы говорим про оздоровление. И работая с почками, у почек есть одна интересная особенность. Они рядом, левая почка особенно, она рядом проходит с артерией, с аортой, и от нее коротенькая артерия. И если аорта покрывается холестерином, то левая почка всегда страдает. И вот это ее страдание, оно приводит к тому, что, ну я уже упоминал, густая кровь, нарушается кальциевый обмен, с три появляется на теле человека. Ну вот. И, конечно, вот эта почечная недостаточность, на каком этапе она, насколько она далеко зашла. Ну вот. Если эта недостаточность связана уже с диализом, то здесь уже все намного сложнее. Здесь одной висцеральной практикой не поможешь человеку, а все должно идти в комплексе. И фитотерапия, и, возможно, даже лазерная терапия. И одновременно, может быть, элементы висцеральной практики и другие способы. Потому что там существует множество разных вариантов воздействия. Даже ультразвуковое воздействие. Ну вот. Ультразвук тоже положительно влияет на обмен веществ. И представьте, ультразвуковая палочка, которая вставляется ректально в попу при аденомах простаты. Или ультразвуковая палочка, которая вставляется в область, ну скажем так, матки, для того, чтобы решить проблемы воспалительного процесса. Даже назальные, то есть палочки, которые вставляют, они тоже у них... Ультразвуковые устройства есть, которые используются здесь для того, чтобы улучшить. И самое интересное в этом плане — пиявка. Вот представьте, пиявка, если она присосалась к телу человека, то она ультразвуком начинает заколачивать свои ферменты в наше тело с помощью ультразвука. И, естественно, если мы ее поставили сюда, то она насквозь пробивает, и элементы ее секрета можно найти на лопатке. А вот пчела — этого нет. Пчела укусила, развивается вот так. И дети, если остаются в развитии, часто детей помещают в аквариум, где плавают дельфины. И дельфины, между собой переговариваясь, они переговариваются ультразвуком, улучшается общее состояние ребенка. Ведь если природа отстает в развитии, нужно ее подтолкнуть. И вот как раз здесь-то дельфины способны подтолкнуть к развитию детеныша, если он где-то отстает в чем-то. Ну, конечно, я не говорю, что это за 100%, но если даже это пусть будет 30 или 40%, это уже здорово. Просто здесь нужно опять же смотреть, насколько все это сливается, насколько это все сочетается. Ну, естественно, здесь и финансы, здесь и отношения родителей к ребенку. Ну, не будем говорить об этом. Теперь разрыв кисты желтого тела оказался крайне болезненным, как и во время родов. Вопрос по женской части. Можно ли себя подготовить к родам? Можно ли предотвратить появление кист? Можно ли обезболиться во время месячных? Конечно, это вот как раз висцеральные практики, они в этом плане достаточно эффективные. Я уже упоминал о том, что если расслабляется желудок и вот на этом уровне освобождается вот эти артерии, то есть вот эти артерии, которые несут кровь к яичникам, то кровь лучше. Болезненность месячных, она исчезает. Ну, вот. И здесь же, видите, вот можно увидеть, ну, это уже мужской вариант, когда вот этот сосудик передавливает вену, которая впадает в полую вену, а это отточная вена, которая идет от яичка. И вот представьте, если здесь передавило, то вот здесь развивается варикозное расширение вен. И вот тогда называется варикоцелли. Но у женщин яичники страдают, а у мужчин яички. Одно яичко, в основном-то левое, вот за все время ни разу правого не встречал. За все время практики. И здесь получается, что когда здесь передавливается, то здесь такие вот узелки, обычно которые оперируют, и не всегда операция бывает удачной. Ну вот. И как один из вариантов, это опять пчела. Пчела. И вот если посмотреть на мои руки, то я проводил такой интересный эксперимент. Я решил студентам показать, как работает пчела. И я брал, так как я правша, брал пчелу, если она оставалась после того, как наш апитерапевт заканчивал, у него пчелы оставались. И я ставил пчел себе на руку. Потом проходит неделя, он снова приходит, остались пчелы. Если не остались, еще через неделю. Ну вот и где-то, может быть, месяц, может быть, полтора. И что происходит? А происходит то, что здесь вены стали нормальные, а здесь как были варикозные, так и остались. То есть вот вам лечение, опять же, варикозного расширения вен. Ну, уже это как бы дополнительно, это как, наверное, будет бонус за то, что, наверное, вы меня выслушали. Так, спасибо вам за ваш труд. Расскажите, пожалуйста, после операции на кишечнике много спаек. Как с ними работать и как поддерживать работу кишечника, перистальтику в частности? Ну, я уже сказал, что одно из условий – это не должно быть вздутие живота. Конечно, а вздутие бывает из-за того, что система пищеварения ненормальная. Либо здесь продукты не соответствуют, то есть либо их готовить не умеют, либо особенность пищеварения. И вот, как ни странно, приходится вот сколько народу, то у каждого своя система пищеварения. Один реагирует на такие продукты, другой реагирует на другой. Вот представьте, если взять чукчий, венков, они два с половиной килограмма мяса съедают, 300 грамм жира, и у них не бывает, предположим, такого заболевания, как повышенный холестерин или атеросклероз сосудов бывает. Но, по крайней мере, ишемии брюшной части аорты я не встречался. Хотя через нас проходит много и с севера народа. И представьте, если он начинает, если их детей забирает в интернат или забирали в интернат еще в советское время, то у них развивался сахарный диабет. И здесь тоже, когда приходят якуты, у которых сахарный диабет, первый вопрос. А ты где? Здесь живешь. А на ком женат? На русской. А мы правильно питаемся, потому что жена постоянно винегретики, салатики. Суп картофельный, да, картофельный, картошечка с котлетками. Так вот, если ты будешь есть одну котлетку, а картошку нужно убрать и все эти салатики тоже убрать, то тогда сахара твои снизится, и ты заметишь, что нет проблем. Он говорит, ну я уже привык. Ну что ж, у всякой привычки есть отвычка. Хочешь нормально жить, значит нужно от этого отказаться. Так что вот такая интересная особенность. И поэтому, конечно, перистальтика запускается еще тогда, когда нормально функционирует желчь. И опять же, здесь опять работа с печенью получается и с желчным пузырем. То есть нужно добиться того, чтобы желчь нормально истекала, нормальной концентрации, и тогда перистальтическая волна включается, и тогда процесс пищеварения улучшается. Так вот, если взять каши, такие как овсяная каша, манная каша, я считаю, что от них польза незначительная. И почему? Собственно, каша, она не переваривается в желудке. Она движется в луковицу 12-перстня кишки, а там ворсинки. Обычно ворсинки должны перемещать этот пищевой комок дальше. А представьте, слизь пришла, ворсинки пробуксовывают, и каша стоит на одном месте. А вообще-то мы ее используем в основном, если приходит человек с язвой луковицы 12-перстня кишки, мы ему рекомендуем, знаешь что, давай-ка отвар овса сделай, или овсяную кашу. Человек начинает кушать овсяную кашу, и что же происходит? Быстро заживляется. А если, представьте, к этой луковице 12-перстня кишки, которая напряжена, которая спазмирована, мы ее начинаем расслаблять. И как только расслабили, усилилось ее кровоснабжение, и тогда быстро идет восстановление. Ведь все наши ткани очень быстро восстанавливаются. Если взять печень, если взять, скажем так, желудок, клетки желудка очень быстро обновляются, кишечник обновляется. И вот здесь, конечно, нужно учитывать тот фактор, что все-таки мы должны потреблять белковые продукты. Пусть это будет рыба, пусть это будет яйца, пусть это будут мясо. Ну, что делать? Природа нас так создала. Медведей вегетарианцев я тоже не встречал, волков не встречал вегетарианцев. А вот человек почему-то, хотя у него строение челюсти такое же, как у волка, и глаза впереди черепа, а вот у коровы уши вот здесь, ой, глаза здесь. Ну вот, она жует постоянно, потому что должна истирать зубы. А здесь? Ну, и надо понаблюдать, наверное, за животными, те, которые ближе к нам. Посмотреть, как жует кошка, как жует тигр, как жует медведь. Он рвет, рубит и глотает. И самое-то интересное, если так, таким образом, то тогда, ну, наверное, к стоматологу мы будем ходить очень редко. Потому что у них тоже, как у нас, первые зубы вышли, они заменились основными и по жизни все идут с этими зубами. Так, как снять внутричерепное давление, если сосуды шеи извиты? Ну, вы знаете, здесь вопрос такой достаточно интересный. Дело в том, что обычно народ говорит, ну вот, мои там сосуды. Но ведь сосудами-то управляют нервы, нервные волокна, которые выходят с шейного отдела. И поэтому здесь нужно учитывать, что если мы уберем отек с нервного волокна, то это нервное волокно управляет сосудом, и сосуд начинает работать в другом режиме. Конечно, мы часто наблюдаем еще такую картину, как извитость сонных артерий. Человек приходит, у него она гуляет. Вот сонная артерия вот такая вот вся. Но по мере того, как мы начинаем работать с шейным отделом, потихонечку, мягонько, особенно если специалист уже, как говорят, набил руку на этом, то смотришь. Конечно, это как бы опасность. И для начинающих ни в коем случае. Здесь определенная степень давления должна быть, определенные знания должны быть работы с этими сосудами. А больше с нервными волокнами. Ну и естественно, человек должен, если уж на то пошло, проверить свои сосуды в каком состоянии. Если вы легли на живот, полежали, вот руку забросили в позе, как говорят, убитого электричества, ну вот, и плечо или пальцы не имеют, это беда с шейным отделом. Так не имеют, тоже беда. Если даже так лежит человек и пальцы не имеет, это тоже беда. Это предвестники, опять же, приближающихся инсультов, потери зрения, потери слуха, потери обоняния и проблем со щитовидной железой. Потому что нервные волокна, они управляют кровоснабжением щитовидной железы. И все равно там гиперплазия щитовидной или гипоплазия, первое, что нужно сделать, это восстановить микроциркуляцию кровоснабжения. И вот восстановить можно только за счет того, что сняли отеки с оболочек нервных волокон. А уже вот здесь, как снимать, это уже должен специалист, который проходит дополнительное обучение, ну и которого готовят для работы с шейным отделом. А там, где шея, там и ротовая полость. Потому что во рту шесть пар черепно-мозговых нервов, которые тоже отвечают за многие функции. Казалось бы, рот. А во рту, если зайти в рот, кругом одни болевые зоны, болевые участки, где нервные волокна ущемлены. Ну и так же, как язык. Никто так не обращает внимания, вроде язык нормальный. А вот помыли руки утром, когда умылись, а теперь в рот за пальчик положите и язык потрогаете. И вы увидите, насколько язык болезненный, а он не должен болеть ни в одной точке. Так же, как во рту не должно быть ни нёва болезненная, ни дёсны не должны болеть. И вот вы должны все это дело добиться того, чтобы этих болей не было. Но первичен живот, а вторичная уже шея, а потом уже идёт ротовая полость. Но это, опять же, касаемся зрения, слуха. И поэтому иногда получается, что делая вот такую профилактику, мы добиваемся того, что человек снял очки, потом одевает их и ничего не видит в очках. Снял очки, видит нормально. То есть, а пока он лежал с закрытыми глазами, он же ничего не смотрел, а тут нашёл очки, померил. Что такое? Пришлось очки поменять или выбросить. Поэтому, видите, у нас как бы тема... Ну, конечно, мы не берёмся за темы более серьёзные, предположим, устранение катаракты. Хотя, понимаете, всё зависит, наверное, от практикующего человека. Если он ещё имеет образование офтальмолога и знание фитотерапии, и знание вот этих вот висцеральных практик, то, я думаю, что пациентов у него отбоя не будет. Потому что он решает задачи многие и многие. Ну, и знание ещё паразитологии, потому что очень часто глаза поражаются таксоплазмой, печень поражается таксоплазмозом, как ни странно, и мозг поражается таксоплазмой. И есть такой кривонос Владимир Ильич. Правда, живёт он в Украине. У него очень хорошие работы на эту тему. И, конечно, нужно понимать, что это тоже вот эта действительно пандемия, таксоплазмоз. Потому что часто она заканчивается психиатрией. Ну, как всё это дело работает? Обычно я рассказываю на семинарах, объясняя, что вот обратите внимание на это, обратите на это. А как решить эту задачу? Здесь тоже есть решение, но оно нестандартное. Кстати, в Америке лечение таксоплазмы стоит 100 тысяч долларов. И то вероятность излечения очень низкая. Просто лечится, а излечится или не излечится, здесь уже другой вопрос. Сильное снижение веса, сниженная кислотность, нарушенный желчный отток, проблемы с печенью, и как следствие всего всё не переваривается. Всегда тяжесть, не усваивается пища, ещё и лямблии не хотят уходить. Ой, здесь столько наговорил, столько написал. Так это вообще, это надо начинать опять же, работа печени, желчной. Ну вот, и в отличие от других паразитов, у лямблей, аписторхов, есть одна особенность. Они имеют цисту. И вот эта цистовая форма, она не позволяет тем, скажем так, лекарствам или тем травам, которые борются с паразитом, быстро их убрать. И поэтому работа против, ну, с таких, скажем так, заболеваний, ну, паразитозов, начинается с того, что человеку сначала объясняют, он делает анализы, ну вот, на таксоплазму. И дальше человек начинает принимать то, что рекомендует доктор. Ну, и одновременно здесь ещё, я смотрю, вот желчный пузырь. Нужен, чтобы тоже отток был желчный. Мы уже упоминали о том, что по утрам нужно кушать животный жир, потому что животный жир нужен. Наши мозги — это животный жир. Если животный жир не потребляется, мозги хуже работают. Так же и лёгкие, на 85% они состоят из жирового продукта. И поэтому все патологии лёгкого чаще всего лечатся чем? Собачьим жиром, борсучим жиром, внутренним, бараньим жиром, но не подсолнечным маслом. И поэтому, конечно, нужно понимать и не всегда увлекаться теми, скажем, направлениями, которые существуют на Западе или в Америке. Так, и вот снижение кислотности, нарушение, нарушены проблемы с печенью. Здесь, опять же, это работа висцеральных практик и, как следствие, не переваривается. Конечно, она не будет перевариваться, если нет расщепления. Не высваивается пища и лямблия не уходит, конечно. Потому что здесь комплексный должен быть подход. И, естественно, при такой вот патологии, как он описывает, что застой желчи, застой желчи печени в желчном пузыре, естественно, пищеварения никакое. И она начинает там гнить, тухнуть. Тогда живот раздутый, и человек начинает себя... И плюс токсические компоненты, которые он принимает, пусть это будет там, ну, дикарис, или там вермокс, или азенокс. Но это тоже токсины. А так-то, вообще-то, видите, профилактика. Ведь сера входит в состав многих-многих противопаразитарных сборов. И поэтому детям давали серу еще с другой целью. Чтобы не было, меньше было паразитов. Потому что в то время, в советское время, в каждой семье были кошки, были собаки у многих. Дети играли с ними, целовались. А осенью, когда они приходили в школу, проводили профилактику, санирование. Ну, правда, они тогда пользовались цветварное семя, раздавали по всему классу. Народ принимал. На следующий день урок биологии очень интересный. Потому что рассказывали, что из него выходило. Так, расскажите, пожалуйста, об отеках. Как избавиться. Отекают ноги, быстро устают. Сосудистые сеточки. Синяки на ногах. Спасибо. Ну вот. И отеки, это в первую очередь, конечно, нужно обратить внимание на почки. Чаще всего это почечные отеки. То есть, есть такой тест. Если у вас вес до 70 килограмм, то 200 грамм вареной свеклы не должны красить мочу. Если моча окрашиваться, говорить о здоровых почках не будем. Если же вес где-то 80-90, то 300 грамм вареной свеклы не должны окрашивать. И вот если специалист, который занимается вашим животом, начинает работать и приводит это в порядок, моча перестает окрашиваться, то на ногах чаще всего отеки тоже уходят. Правда, кроме этого, там есть еще несколько шлюзовых моментов на наших ногах. Но об этом мы уже говорим непосредственно со специалистами, когда проводим семинары. Особенно третий уровень семинара совершенствования, где мы уже объясняем те детали, которые не вошли в первый уровень объяснения. Здравствуйте, Александр! Можно ли исцелить ревматоидный артрит? Благодарю вас заранее. Вообще ревматоидный артрит достаточно сложное заболевание. Тяжело поддается лечение, что в медицине, что в народной медицине сложной. Но понимаете, какая ситуация? Вот здесь тоже можно рассматривать с разных позиций. Я наблюдал, когда ревматоидный артрит уходил после постановки пчел. И наблюдал, когда пчелы не срабатывали. То есть нужно пробовать. И кроме всего прочего, это в первую очередь дефицит серы. Опять же, серы. И вот человек находит ногти, предположим, ногти деформированные на одной руке, на другой. И начинает принимать серу. И одновременно ставятся пчелы. И наблюдает, как ногти, ногтевые пластинки начинают выравниваться. И в то же время болей меньше. И, естественно, первые постановки обычно пчел дают большие отеки на руках. Или если ставят на ногу. На ногах. Но это уже технический вариант, который обговаривает уже специалист. Ну вот. Поэтому, почему не попробовать? Почему это не сделать? Так. Хочется истории успешных излечений послушать, а так, как сахарный диабет первого типа интересует. Вот тоже интересно. Конечно, во-первых, для того, чтобы заниматься сахарным диабетом, конечно, здесь нужно учитывать такие факторы. Бывает так, что человек страдает с сахарным диабетом с детства, с ним уже сложнее работать. Если свеженький, недавно приобретенный, то проще, полегче. Но, по крайней мере, мы здесь с вами должны обсудить, чем можно облегчить, чем можно помочь. Так вот, чаще всего, когда приходит пациент с таким диагнозом, как сахарный диабет, тем более там второго типа или первый тип, конечно, сложнее. Но, улучшив состояние печени и желчного пузыря, уже автоматом улучшается состояние поджелудочной железы. То есть, представьте, что ферменты поджелудочной железы, они активизируются ферментами желчи. Если желчь нормально начинает оттекать, и вы, работая с областью поджелудочной железы, выдавливаете застоявшуюся кровь из мелких сосудов, но это опять очень, скажем так, деликатная работа. Почему? Потому что там много сосудов, и поджелудочная железа – это орган, который требует деликатности. Там нельзя, скажем, резко сильно давить, надавливать, не дай бог локтями еще работать. Никаких горшков не надо пока ставить, пока вы не приведете к какому-то состоянию. А потом обратите внимание еще на такую тему, что есть патент, автор Грачев, Владимир Иванович, патент на лечение сахарного диабета первого и второго типа синим цветом. Оказывается, синяя лампа обладает вот таким интересным свойством. Она активирует, усиливает работу митохондрий. А что такое митохондрия? Это, считайте, в клетке атомная станция. И если восстанавливается работа этих митохондрий, то сахарный диабет начинает отступать. Ну, даже если вы синей лампой, я говорю, даже если у вас не получилось, но что-то там не ту частоту подобрали, но в любом случае улучшается, уровень сахаров начинает снижаться, и это уже для человека большой плюс, большой прогресс. И представьте, тот же белирубин, когда дети рождаются желтушные, что у них? Проблема с печенью. Так вот, детей помещают в капсулу из синего цвета. Они полежали сегодня, завтра по 30 минут, по 20 минут, и ребенок восстановился. Желтизна ушла. А почему? А белирубин под воздействием этого синего цвета стал водорастворимым. И поэтому, если мы с вами во время такого сахарного диабета синим цветом обрабатываем не только поджелудочную, но и печень, мы улучшаем работу печени, потому что там тоже митохондрия. Обрабатывая стенки желчного пузыря, да, любая ткань, там присутствует митохондрия. И я даже знаю устройства, которые оздоравливают зрение, за счет чего? Синий цвет. Закрыл глаза и синюю лампу поставил. И за счет прогрева синим цветом, а синий цвет очень легко проникает через ткани, санирует кровь. Да, и есть у компьютерщиков мышки, где три светодиодика стоят, синего цвета. И пока человек работает с компьютером, кровь у него санируется от вирусов, от грибов. Вот стафилококки, стриптококки, они уходят. Качество крови лучше. Да и плюс, ведь тот же эритроцит – это тоже живая клетка. А если взять хрусталик глаза, катаракты, глаукомы, то здесь тоже ведь… Да, хрусталик прозрачен, но это все равно биологический объект, это все равно клетка. И поэтому полезно синий цвет. И посмотрите, никак не знаю, как к этому относиться, но в интернете болтыхается уже давно-давно, что в Китае есть провинция, где больше всего синего цвета. Там горная плата, которая окаймляется горами. И образуется сфера линза воздушная. И солнце расщепляет свет, и в результате синего цвета больше, чем где-либо на участке, на любом участке Земли. Так вот, представьте, что люди там живут 160 лет. Ну, правда, я это читал и почитал в разных источниках. Ну вот, и 120 лет – это безвременно ушедший человек. И туда паломничество народа, и народ идет, хотят все долго жить. Так что вот, синий цвет, обратите внимание. И фермеры выращивают овощи, фрукты в фиолетовом и синем цвете. А все подводные съемки проводятся синей лампой. Потому что проницаемость ее 250 метров в воде. Так что вот такая вот тема интересная. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok